добрый всем вечер и я сегодня хотел просто начать с того на чем остановился прошлый раз потому что мне показалось что нужно добавить еще кое-что и речь пойдет о о кабане притрублей в прошлый раз мы сказали что отрубление в шафар это такая молитва без слов и предположили довольно обоснованно что главное состояние который должен привести человек это состояние страха и надежды вот где-то мне хотелось немножко добавить к этому просто кроша шана чтобы было немножко конкретно и речь пойдет о том что называется словом кабана и это слово хорошо на русский не переводится по причине того что каждый раз когда речь идет о слове кабана надо внимательно разбираться что имеет виду автор это может быть просто намерение зачем делается то ли иное действие это может быть то что называется интенция а именно с какими каком внутреннем состоянии человек это делать по этому поводу и что он при этом будет поэтому поводу вообще-то в есть огромное обсуждение очень разветвленное по поводу нужны ли кабана при исполнении заповеди когда начинаешь разбираться в этой теме то выясняешь что все авторы имеют ввиду разные вещи под словом кавана там три разных взгляда но в данном случае нас будет интересовать просто какой смысл человек вносит в совершаемые им действия вот вопрос например ключевой человек шел по улице кто-то там нищий просит деньги просят шекель человек дает джекель не имея ввиду что он исполняет заповедь а имея ввиду что он просто дает шекель можно ли считать что это полноценное исполнение заповеди такой пластический пример совсем еще чтобы довести это до полной классики человек шел по улице уронил шекель и попал точно в кружку нищего можно ли считать что он выполнил заповедь давать сдоху кстати скорее да чем нет даже во втором случае но по этому поводу уже со времен незапамятных как бы достаточно очевидно что если заповедь связано что что произносится вслух например заповедь о молитве о молитве то намерение вот внутреннее содержание того что человек делает оно обязательно потому что иначе это вообще не молитва а непонятно что вопрос о том что должен иметь ввиду человек который трубит шафар или который слушает голос шафар это вопрос какой то очень больной например ухаси да и не только каждый раз когда человеку предстоит трубит шафар как бы он думает что он должен держать что он должен держать в голове кантона человек который слышит шафар у него тоже это почему-то сильно например есть классический например есть классический ну история про грая белевийцев как из бердичева по поводу того что утром в Рашашана грая белевийцев стал спрашивать о чем ежели я сейчас тебе дам шафар о чем ты будешь думать когда трубит когда будешь трубить ну там один говорит о том чтобы пришел Машех второй говорит о том что сегодня царица царь третий говорит еще что-то в таком же стиле четвертый к которому он обращается говорит ты знаешь меня вообще в данный момент волнует одно у меня куча дочек которых надо выдать за душ и я не знаю как от этого отвлечься поэтому думать я буду об этом на что рабе левийцев сказал на шафар труби тебе нужны звучит анекдотично но но в указании к молитвеннику есть одно странное место человек должен приготовиться к трублению в шафар точка примечание к этому каванадга шафар то есть что человек должен думать при трублении в шафар каждый в соответствии со своим представлением пусть приготовиться вот обратно внимание каждый в соответствии с соответствии со своим уровнем для того чтобы проиллюстрировать подобный фокус есть чудеснейшая история в сэфер хасидин есть подобная история про бешта но меня в данном случае все знают историю про пастушка который свистел а я другую чуть-чуть историю расскажу она более древняя это сэфер хасидин раби иуды хасида только это хасид немецкий хасидизм это намного раньше и там рассказывается такая замечательная история что как-то Раф проходя мимо услышал как молятся пастушок неграмм и признается он что-то в стиле владык мир если бы у тебя был скот и ты дал бы мне его пасти то всем бы я пас за деньги а тебе бесплатно потому что я тебя люблю Раф сказал что это все пол безобразия сказал что это неправильно давай научу как молиться научил а в результате пастушок вообще молиться перестал по причине того что старую молитву ему Раф запретил а новую он забыл Рафу явился ночью ангел и велел немедленно отправиться к пастушку и велеть ему молиться по старому вот такая замечательная история которая ну вот ну во-первых и молитва пастушка хороша конечно же но это по поводу каждой по уровню своему и тут есть странное правило вообще там в законе о шафаре есть очень странное правило тот кто слушает шафар как бы выражение Мишны лишь бы его сердце было направлено к небесам этого достаточно все остальное кто что приложит к этому делу но самый большой анекдот состоит в том что если человек трудит для себя не для кого-то другого а для себя то ему вообще никакой ковами не нужно все будет исполнено просто вот тик-так это зачем нужно вот раввину знать глуху это вот это вот это то чего просто смотрите на самом деле я хочу просто к этому добавить еще одну фразу это книга Сфата Мэт и он говорит что надо сказать вот то что я сейчас сказал по поводу тут рубить для себя ему ничего не нужно вообще шафар главное воздух который выходит изо рта человека и подымается выше мысли в результате в результате тот кто слушает ему нужно больше чем тому кто трубит ему кованот вот в смысле требований выше чем тот кто трубит потому что тот кто трубит и вдохнул в него душу живую дыхание это живая душа она вышла прошла через шафар и поднялась на небеса она выше мысли поэтому тот кто трубит может вообще ничего в голове не уйти он все сделал а вот тот кто слушает вот тот кто слушает ему нужно ему тому кто слушает ему нужно ему нужно сердце именно ему при этом каждый каждый в той мере в какой сможет по устам своего вот шиура уровня своего размера каждый сколько его влезет и это все что требует единственное что больше ничего не все остальное каббалистам тем кто умеет такие вещи делать не для нас и это требование вот с моей точки зрения это требование вторые и об этом в общем все хасидские книжки и вот это я хотел на этом кончить тему шафара и перейти ко второй теме связанные дата это Йом-Кипур с Йом-Кипуром ситуация выглядит довольно странной на самом деле мы все знаем про Йом-Кипур и это дата которую знают в Израиле все что Йом-Кипур это день поста день когда все скапливаются в синагоге и день молитвы день раскаяния и все скажем в большинстве синагог мира когда рассчитывают каких она должна быть размер сколько человек поместить исходит из того сколько человек есть в нее должно поместиться в Йом-Кипур особенно в самый первый вечерний теперь вот теперь вопрос который действительно нас должен интересовать историю это ли та заповедь которая вторит что вторит вот есть ли втори основа для того что мы делаем если вы помните те отрывки где говорится про емки культуре то на самом деле произойдет довольно странная ведь потому что главный отрывок значит есть два главных отрывка про емки один отрывок он в 16 главе книги лейкра книги левит а второй отрывок у нас соответственно в 26 главе точно такая же это отрывок о праздниках и самое значит вот если вы откроете отрывок о праздниках тот который в 23 главе то выяснится довольно простая вещь там ничего сложного нет 10 день 7 месяца день искупления собрание будет у вас смиряйте души ваши приносите жертву никакой работы не делайте ибо это день искупления чтобы искупить вас перед хошемом вашим богом и всякая душа которая не будет смирять изнурять себя в этот самый день и стремиться из народа будет отсечена от народа своего и того кто будет делать такую работу в этот самый день я сделаю так что он пропадет из народа никакой работы не делайте закон вечный во всех поколениях ваших во всех местах поселения ваших еще раз это суббота покоя смиряйте души ваши изнуряйте души ваши в 9 день месяц вечером от вечера до вечера все я хочу сразу забегая вперед сказать что логику надо понять потому что у нас же что сказано никакой работы не делайте ибо это емкий пункт изнуряйте души вечера ваши какая связь между емким пуром днем искупления и изнурение опять изнурение вещь простая глагол она втория это мучить это страдать причинять страдания и там обоснована вполне мудрецы говорят запрет есть и пить к этому добавляется еще три запрета уже чуть-чуть другого статуса это запрет ну нет три дополнительных запрета стандартных запрета поста обувь не носить обувь не умащивать тело и не предаваться семейным радостям при чем здесь искупление вот это должно быть почему аргумент именно вот как это связано с ним если вы посмотрите в тот отрывок который считается главным для а именно в 16 глава той же книги то там глава практически полностью связана вот с чем адам два сына арона надав и ави погибли когда приносили чуждый огонь динес по этому поводу вот далее то что я сейчас рассказываю я рассказываю строя на комментарии агра виленского головы далее говорится следующее скажи арону чтобы не во всякое время он входил в мигдаш и вот как следует арону входить в мигдаш и далее перечисляется жертва которая является жертвой мигдаш бык козлы что делает арон довольно длинный рассказ значит и все замечу вот этот рассказ который простирается на 28 стихов который подробно описывает службу емких углов агра очень точно замечает одну очень любопытную вещь в нем нет привязки к числу когда это нужно делать здесь не сказ то есть как бы то что здесь рассказано это рассказ о том как арон может войти арон его потомки дальше будут сказано должен должен войти в святая святых каким образом что для этого нужно быть при этом подробное описание которое кажется является не столько условием хода сколько целью этого прихода святая святых и эта цель является очищением храма именно внутреннего строения шатра если мы говорим о пустыне и храма когда мы говорим уже после пустыни является очищением храма очищение всего что должно быть и для этого нужно еще очищение народа для этого приносятся специальные жертвы в том числе жертвы Саирла Азазу но все это делает священие еще раз ни слова о дате как бы это действие оно не привязано ни к чему более это действие по вот этому описанию оно как бы вне ну еще раз оно в пространстве оно в святая она в святая и в святая святых то есть в здании но не привязано ко времени и в конце в 30 начиная с 29 стих вот предыдущий кончается значит те кто выносит жертвы очистительные козла жертвы очистительных они нечистые это отдельная история про то что тот кто выносит жертвы которые нельзя сжечь на жертвенники с территории храма он становится сверненным по факту того что он это делал и это касается всех такого жертвы это отдельный закон и кончается это совершенно техническим утверждением значит а тот кто сожжет их должен в них храм он сжигает эти жертвы должен выстирать одежды и пойти в микву а потом только вернуться назад в техническое замечание службы точно так же как тот кто ведет козла в пустыню становится нечистым почему потому что он вывел посвященную храм вещь и вывел ее оттуда вывез он становится нечистым после чего вдруг говорится и будет это для вас постановлением вечным в седьмой месяц в десятый день изнуряйте души ваши работы не делайте ибо в этот день искупит вас чтобы сделать вас чистыми от всех грехов будете очищены это суббота покоя смиряйте постом вечное постановление и далее опять возвращается к теме храм и искупление совершает тот священник который придет на место арона и он искупит святая святых и шатер соборной жертвенником и священников и все собрание искупит и будет это для вас постановлением вечным чтобы искупить цену от всех грехов их однажды раз в году еще раз у нас четкий разрыв происходит между рассказом о действии священника и действиям народа вот теперь вот то что мы говорили в начале про Росшишина о том что существует довольно мощный разрыв между тем что происходит в храме и тем что происходит вне храма в Росшишина и трубления разные трубления то вот здесь мы убеждаемся это в еще большей мере еще в более полной мере у нас есть одно действие храмово а именно авуда коэнгадорф ямкипу служба первосвященника ямкипу храме дельца за себя дельца за народ козлы и народ который в повсюду в это время постится вот на самом деле это где-то центральный вопрос как выглядит вот эта связь это действительно довольно сложно потому что я хочу заметить что вот действие храмово ямкипу давайте я чуть-чуть усилию то есть ямкипу как и роша шана вторик никаким образом не аргументировал он выпадает полностью из описания остальных праздников он и роша шана к ямкипу не связаны никаких исторических событий по крайней мере в западе ямкипура трижды есть третий отрывок который просто он целиком в книге Бамидбар который целиком только о жертве говорит о дополнительной жертве поэтому он нас не очень будет интересовать сегодня вопрос же ключевой тара никак ни разу не дает исторический ссыл ни в одном из трех отрывок это событие ни с чем не связано точно так же тара не придает значения к этому празднику никакого сельскохозяйственного смысла не крошешь она не к емкипура как бы этот праздник он сам по себе существует он не подвешен к истории он не подвешен к сельскохозяйственному цифру к чему он подвешен могу сказать в обоих отрывках главных где говорится про емкипура есть одна фраза да будет это постановлением вечным лучше вот отсюда брать лучше брать вот из этого да будет это постановлением вечным во всех поколениях ваших во всех поселениях ваших вот вот то что кора проделывает дважды во всех поколениях во всех поселениях она дает географическую временную привязку емкипура и эта привязка она не в прошлом и даже не в текущем вот в прошлом Песох исход из Египта шевот первая мятора сукот что бы это ни значило и в шатрах я поселил когда вы вывел вас из земли египетской аргумент тора Песох день принесения первого первых плодов ячменя шевот день принесения первых плодов пшеницы и еще и ембекурины начало созревания первых плодов и сукот который многократно повторено что это день сбора урожая что это когда собран урожай праздник сбора урожая среди прочих два вот этих вот две вот таких связки с сельским хозяйством в текущем год то есть с пространством из истории то есть времени не емкий не рошешен не емкий вот этой связки с маленькой тонкостью которая совершенно неожиданная а именно во всех привязках времени и пространства именно в емкий пул во всех поколениях во всех поселениях вот внимательно оказывается емкий пул старательно привязывается не к истории и не к пространству в котором мы живем не к урожаю а он привязывается просто к факту в этом поколении в этом поселении больше не к чему и я готов по-другому сказать емкий пул это праздник здесь и сейчас вот эта дата здесь и сейчас и она образуется формируется именно просто цепочкой поколений цепочкой поколений и тканью пространства где еврей живет больше ничего вот цукоп это не здесь и сейчас потому что там есть четкое привязка что мы празднуем шмо даже довольно четкие ясные препятствия и во времени и в даже в жертвоприношениях шивот и суккот и песах и в обычаях хорошо видно привязка к урожаю ямки пура расширена этого нет но в ямки пуре акцент вот этот акцент во всех поколениях во всех поселениях потому что ямки пур вам здесь и сейчас и я хочу еще раз подчеркнуть это сказано вот этот закон вам здесь и сейчас он про то что в этот день нельзя делать работу и в этот день надо ну поститься давайте простоты ради скажем в этот день надо поститься вот это здесь и сейчас и за вечер это не про храм это про нас и если понятно что делает священник в храме он очищает храм который является испачкан грехами вот такая разновидность скверна которая грехами связана и она поражает именно храм а ничего другого и это первосвященник должен очистить то в этот день все постятся и ничего не делают потому что в этот день происходит большое очищение которое вообще-то делает кое-кран получается что как бы коэн стоит на плечах всего народу который в это время занят во всех поселениях он насколько это важно я могу сказать есть одна вещь которую про Йон-Кипур я подозреваю что нужно знать и догадаться если бы не хазай если бы не мишна мэфорэшет если бы не сифр если бы не мидрашет то читая тору я бы сказал что требование поститься в Йон-Кипур является заповедью асэ заповедью предписывающей а не заповедью запрещающей есть и пить единственное что меня останавливает это единственное что меня останавливает от этой фразы это мишна где сказано что есть только две предписывающие заповеди за которые есть карет отсечение души и общее мнение всех авторов книг заповедей о том что существует запрет в этот день существует запрещающая заповедь есть и пить при этом честный человек по имени Моше Бен Маймон Рамбом честно пишет что запрет от этого проступка запрет есть и пить в Торе прямо не сказок вот это по поводу того что если бы я не читал Хазаль мне бы даже в голову не пришло что существует такой запрет я бы сказал уверенным образом что пост в Йом-Кипур это предписывающая заповедь то что у нас произошло исключение вообще-то в Мишне трактат Критот Первая Мишна говорится что есть только две заповеди за нарушение которых за неисполнение которых положено отсечение души это заповедь обрезания злостно невыполненная заповедь обрезания и заповедь злостный отказ участвовать в примесении пасхальной жертвы кто мог кому это было не очень трудно и кто был в хорошем состоянии ну в правильном состоянии они должны обязаны принести пасхальной жертвы если человек злостно отказался он отсекся от народа он не наш вот я бы решил что заповедь по став в Йом-Кипур она такая же тот кто в этот день не постится он отсекает себя от народа тогда у нас получится совершенно красивейшая вещь у нас получается три заповеди которые надо выполнить предписывающие заповеди которые надо выполнить в Индополож а именно обрезание Песох и пост Йом-Кипур то что Хазаль сказали Хазаль на самом деле добрые люди когда они сказали что здесь есть запрещающие заповеди они просто добрые люди потому что разница очень простая Песох и обрезание человек который злостно нарушил он обрезание можно исправить сделав обрезание разумеется а вот отказ от участия в Песох и отказ от поста в Йом-Кипур злостный он как бы тогда был бы неискупи тот факт что Хазаль сказали что запрет есть и пить существует в Торе дает нам право человеку который это сделал в заблуждении ел или пил Йом-Кипур дает ему возможность принести жертв и искупить этот грех потому что если бы не это не было но зато тогда мы хорошо понимаем что такое интуиция народа интуиция народа это очень просто есть три заповеди которые все евреи ну не все подавляющее большинство евреев как бы далеко они не были от Торы но выполняют в Израиле железо это обрезание цедр Песох и Йом-Кипур раз два три опа твилим не надевает цицит не знает но обрезание Песох и Йом-Кипур это как бы без этого ты не еврей вот эти три вещи если читать Тору не ориентируясь на устную традицию которая утверждает что есть запрет есть и пить в Йом-Кипур запрет Тору а не просто предписывающий заповедь которая требует поститься вот в том приступе то я бы сказал что это народополагающая заповедь Йом-Кипур является таким народополагающей вещью если вернуться Рамбом честно говорит в тексте Тора найти что есть запрет Йом-Кипура нельзя кроме там нет хитрого рассуждения он его приводит кому интересно еще раз книга заповеди запрета 196 книга есть на русском языке у нас получается одна простая что Йом-Кипур вот теперь Йом-Кипур который вне Храма образует реальность отличную от Храма это некоторое объединение народа который объединен постом и тем что нету работы Шаббат Шаббат Вопрос для людей которые не привыкли к некоторым еврейским штучкам есть стандартная тема проповеди особенно у сифардских Равов но Ашкеназов оно тоже есть связано с другой вещью но идея выглядит следующим образом что пост Йом-Кипура он не таков как пост скажем Тэшеба пост Тэшеба нужен для углубления скорби пост ну и остальных четырех постов три малых поста значит он нужен для скорби углубления скорби углубления несчастья человек в эти дни должен испытывать страдания связанные с историческими событиями в основном с разрушением храма так или иначе с разрушением храма пост Йом-Кипур не связан с углублением скорби вот чего в этом не нету так это скорби чего нет зато есть пост и тут мы понимаем что вообще-то этот пост он как бы имеет другой смысл и в качестве подсказки Тара дважды называет этот день шаба-шаба-тон там где говорится о запрете работы она говорит шаба-шаба-тон не просто шаба шаба-шаба-тон суббота-субботка обычно когда говорится про пост Йом-Кипура то стандарт выглядит так что как бы в этот день требования к народу Израиля подняться до уровня ангелов которым как известно еды не нужно и трудиться не нужно вот в некотором смысле любая суббота возвращает нас к первой субботе да прям так как Всевышний в этот день как бы не вмешивался в дела этого мира шаба-тон шаба-тон это шабашик по-русски нужный глагол вот если как глагол оно используется а он используется в описании первой первой субботы если как глагол то по-русски по-шаба-шам бог кончил свою работу и по-шаба-шам то есть кончай работу вот шабаш работа для тех кто знает русский еще помнит этот русский оборот оно это вот это слово и суббота на самом деле смысл любой субботы это именно мы не вмешиваемся в дела этого мира Йон-Кипур в этом отношении делает следующий шаг мы не просто не вмешиваемся в эти дела этого мира мы вообще теперь не относимся к этому вот это ваш то есть эта суббота еще более обратная она еще более обнуление по отношению к этому миру это и обнуление следующего уровня вот идет довольно любопытная вещь в храме первосвященник проводит очистку чтобы запустить храм на начинающийся год идет мощное очищение храма в это время весь народ Израиля обнуляется по отношению к текущему миру он пребывает в состоянии безделья и в состоянии теперь обратного и еще и даже не ест по причине того что он вообще к этому миру больше не относится это и есть смысл поставим кипу он совершенно не тот который скажет постэ тэшэба в постэшэба я не ем и страдаю смысл кипура я не ем потому что мне не нужно вот это намерение поста которое должно быть в этой истории зачем написано изнуряйте тогда потому что на самом деле я как раз в данном случае считаю что хазаль кругом проводит слово изнуряйте оно не очень хорошее я не знаю оно употреблено все переводчики оно это ну давайте изнуряйте да по-моему что там смиряйте да здесь по-моему в моем переводе который у меня смиряйте я понимаю почему автор хочет смиряйте он это перевод который передо мной он сделан под Гнезеру и здесь к слову она он прикрепляет корень не страдания как в слове а не я да не страдания а слова анва которая с вам которую неудачно переводят скромность но смиренность его переводят смиренный духом аннаф нефиш да смиренный духом как у пророка там хорошего перевода нет слова полонскому у него по-моему докторат ровно на эту тему употребление слова анва в ухазе по-моему у него вот 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 значит хорошего перевода к этому слову нет но понятно откуда смирение здесь будьте крайне скромны душой но вот это смирение такое легкое принятие всего на свете здесь как раз этот перевод который передо мной я больше склоняюсь к шату слову изнуряйте себя и на самом деле могу вам сказать почему это действительно довольно просто смотрите ананэфэш смирять изнурять душу оно зеркально быстро угадали мы говорим про праздники что зеркальное в других праздниках есть зеркало к этому ровно противоположное охальда еда душа как раз хазаль который четко сказали что ананэфэш это пост они же просто отзеркалили охаль нефэш это еда в других праздниках есть еда причем обратите внимание что еда у хазаль понимается в самом широком смысле например разжечь огонь чтобы греться будет охаль нефэш например я просто пример то есть в самом широком смысле охаль нефэш то что нужно для счастливого существования тела это охаль нефэш вам нужно доказательство что нефэш означает еще и тело придача к всему но например есть оборот человек который свернется себе прикосновением нефэш гамет мертвой души выж не подумайте что речь идет о мертвой душе речь идет о мертвом теле поэтому тут с он нефэш проблема но дело в том что ни один переводчик его не будет заменять ничем и я не буду заменять ничем поэтому она нефэш это относится к телу а не к душе точнее к телу обремененному душой как в таких случаях говорит писатель к живому телу обременяйте живое изнуряйте живое тело вот нефэш это живое тело но при этом обратите внимание что есть нефэш гамет душа покойника имеется ввиду тело покойника прикосновение в душе покойника никто не свернется если речь идет именно о душе но это вот это лишение тела телесных удовольствий в этот праздник как бы человека превращается вот теперь хасидский термин нужен айн а не айн в эхс вот это любимое я ничто да любимое хасидское но старое хасид по-моему в нашем поколении об этом очень мало говорится в старых поколениях ну классический анекдот сидят два хасида в клойзе говорят один говорит а не айн в эхс я ничто и ноль второй ему вторик входит молодой человек слушает и говорит я тоже айн я тоже ничто и ноль на что не смотрит не говорит только вошел и уже ничто и ноль это такое ничто и ноль это достижение хасид так вот йом кипу как раз хасидское достижение некоторое высшее стать ничем на фоне всевышнего оно предписано всему народу вообще и почему я могу сказать почему потому что есть великий раби ицхак раби ицхак мой любимый персонаж того ну во-первых за хорошее чувство юмора во-вторых за сказать за тонкие понимания сказал раби ицхак почему трубят ток им длинным звуком в роса шана отвечает раби ицхак почему трубят милостиво и сказал трубите вот мы и трубим спрашиваете тогда почему мы рим почему дробным звуком трубят отвечает раби то есть как это рахмон амар труа так вот мы и трубим это раби но сказал раби ицхак не судя человека кроме как по его делам в тот час как сказано и был слышал бог голос парня башер гушан такового как он там что такое тонкий мыслитель что за ссылку всегда понимаете сама фраза человека не судят судят только по его делам в тот час когда судят и он дает ссылку на ссылка на Ишмаэля на историю с Ишмаэлем при этом сказано каков он там здесь и сейчас Ишмаэль дальше от Ишмаэля нам будет куча неприятностей по этому поводу его не судят о будущем вот что такое тонкость мыслей что бы не вышло потом Ишмаэля Всевышний его не судят за будущее которое знает башер гу шан каков он есть там рабица говорит это именно в связи с судными днями и говорит сватомет по-моему ну сватомет вот до этого места судят за здесь и сейчас не за прошлое а за то как это прошлое отражается на сейчас и не за будущее а за то что есть настоящее то есть суд как бы он рабица концентрирует на текущем состоянии здесь и сейчас при этом человек да он сложен из событий прошлого и предрекает событие будущее но предречений за то что будет в будущем его не судят потому что если бы судили за будущее то сколько бы народу умерли бы в младенчестве а но даже и не за прошлое а за то прошлое которое сформировано и является основой данного существа здесь и сейчас это рабица вот это Талмуд Рошашина 16 за что я его люблю вот за такие номера ну и за фразу зачем трубить Всевышний сказал трубить вот мы и трубим это гениально то есть ну очень по-хасимски Йом-Кипур в этом смысле в смысле сюда вот ежели человек сможет себя обнулить от внешнего мира причем на уровне забот и на уровне пропитания потому что как известно главная причина небрежности в службе Всевышнего это забота о пропитании что я сказал это такое ну симхабум скажем раби симхабум вот Йом-Кипур как бы никаких таких забот полный беззабот чтобы не было чтобы не было чтобы не казалось что я в данном случае фантазирую есть совершенно фантастическая мишна которую приводят регулярно а именно не было более веселых дней в Израиле чем Тубиав чем 15 Ава когда женщины в белых одеждах выходили в винограднике ну и водили хороводы привлекая к себе парни день любви такой еврейский ну любви скромный целомудренный при этом чтобы не стыдились друг друга было принято одалживать одежду подруг большинство народу которые рассказывают в проповеди на Тубиав на 15 Ава на день любви забывают что в мишне полностью текст не было дней веселее в Израиле чем Йом-Кипур и Тубиав Йом-Кипур это женщины в белых одеждах девушки причем кстати там девушки не женщины а девушки в белых одеждах идут водить хороводы надев платья подруг чтобы никому не было стыдно было принято брать в долг в этот день наряды кстати потрясающей красоты обычай по-моему просто именно такой красивый неожиданно красивый есть что-то в этом чтобы никому не было нельзя было обидеть у тебя платье не то это не мое платье у нас сегодня ни на ком моего платья нашего платья нет это чужое действительно потрясающий обычай для девичьих гуляний просто ну вот такой необычный но йом-ки-пур он вот этот еще вот смотрите вот это пастораль девичьих гуляний йом-ки-пур которая вот для нас по-моему нам она недоступна сегодня мы как бы более предпочитаем серьезным видом проводить время в синагоге в посте и молитве но у нас мишнама фореша то что я сейчас говорю это прямая запад девушки ангелочки вышли гулять чтобы привлечь мальчиков ангелов ангелочков тоже ну знаку завязать знакомство может быть потом и дело дойдет и до помолвки но это тоже вот эта постаральная сторона которую чаще всего забывают кстати она здесь есть и это как раз некоторое отражение день без забот без забот о хлебе без забот о пропитании и не день суда день суда он прошел а йом-ки-пур день очищения день очищения когда все должны после этого дня да искупление йом-ки-пура происходит в момент закрытия врат в момент когда йом-ки-пур кончается это голова не посреди дня а в самом конце это рандум это шеще а как нужно понимать слово очищение храма или очищение в этот день я хочу заметить одну вещь вообще надирает говорить о символиках так вот очищение храма в йом-ки-пур символики не имеет это поступок это майс это именно оно самое очищение в том же смысле в каком главная жертва дня это хатат а хатат я уже говорил в другом цикле что слово хатат это очищение а не не от слова грех а от слова очищение это очищение причем надо понимать это очищение буквально а не символически и очищение от вещей которые являются тума которые являются скверной но скверной не в обычном смысле дело в том что скверна деорайта которая скверна сатанатора тума она как бы не лежит в сфере морали за исключением измен супружеских она не лежит в сфере морали она совершенно другую природу имеет и имеет природу чистохрама по этому поводу первый священник который является в некотором смысле храмовым сосудом на нем прямо так написано что он посвящен всевышнему кода шлашем прямо на налобнике золотом и он знает и чувствует эти вещи вот тут есть происходит некоторая вещь что коэны объясняет объясняет все это символами это неправильно там никакой символики там идет просто именно работа классическом слове идет очищение от чего от грехов точнее от скверны которое происходит от грехов народа израиля и которое происходит которое проходит через храм вот как все молитвы теоретически читайте рамбома я не буду рассказывать просто потому что здесь не время место и не та публика который надо рассказывать что как все молитвы проходят через храм, вот это такой канал и поднимаются вверх. Например, заповедь, если вы опять читаете того же рамбом, заповедь молиться, что заповедь молиться через, по направлению к храму, обратите внимание на эту мысль. Заповедь молиться по направлению к храму. В буквальном смысле этого слова не в смысле повернуться лицом к храму, как мы это делаем, но вот да, как жители Малая Думи поворачиваются не в ту сторону, в которую там европейцы нормально. Ну, понятно, как другие жители Израиля, как жители Тель-Авива, они смотрят жители моего города, смотрят в противоположную сторону по отношению к жителям Тель-Авива. Просто храм между нами. Вот. Но в данном случае рамбом имеют в виду, нет, что направление к храму, как бы имея в виду, что молитва пройдет через храм. Вот точно так же грехи, они тоже в некоторых смысле проходят через храм. И Йом-Кипур это момент, когда это надо очистить. И этим занимается кое-как годы. А вот весь основной, остальной народ в это время как бы тоже происходит внутренняя очистка каждого. Вот привязка выглядит следующим образом. Каждый, даже вот теперь сегодня, даже когда храма нет, вроде бы аргумент не делайте никакую работу, потому что в этот день вас искупает. Кто? Коин. Более того, подлежащие вот в 17-й главе кто искупает кое-нибудь, там подразумеваем, он прямо не сказан, но он подразумевается. В это время весь народ как бы тоже обнуляется. Вот будь я программистом, то я бы сказал, что происходит полная перезагрузка аппаратуры. Причем в храме этим занимается системщик, который называется Коин Годоль. У меня, извините, за вольности. А вот каждый человек во всех поколениях и во всех поселениях перезапускается в этот день, это день перезапуска системы. И это смысл Йонг-Кипура Дорей. И это смысл Йонг-Кипура именно по закону Торова. Я, конечно, извиняюсь, что прибегаю к таким аналогам, но это и есть Йонг-Кипура 100. Перезапуск. По этому поводу обнулиться, чтобы провести перезапуск, нужно начать с того, чтобы обнулиться. Это и есть Йонг-Кипур. И это есть Йонг-Кипур, который беглувин, который в тех местах, где мы живем, в том поколении, в котором мы живем. И это именно тот самый Йонг-Кипур, который не связан с конкретным временем в прошлом. И с точки зрения гвулин, с точки зрения вне храма, не связан ни с каким пространством, кроме того, где мы в данный момент находимся во всех поселениях и во всех поколениях. Вот обратите внимание, что вот это обнуление, оно и есть смысл Йонг-Кипур. Пересмотр отношений с Богом, но естественно в лучшую сторону. Ну вот это я и хотел сегодня рассказать. А что Дин, когда Дин, Рождец она закончился и Дин, что там где нет обнуления никакого? А там не обнуления, там в Рождец там не обнуления, там все вышли, там дела не наши, там все вышли вот вот что важно там мы перезапуском в Роша-Шамане нет перезапуска с нашей мипхенатейна с нашей стороны в терминологии Воложинской. С нашей стороны в Йонг-Кипур есть только одно действие напомнить о себе, что там Всевышний ты собираешься перезапустить мир, помни, что в этом мире есть мы, требуем отдельного внимания, там вот так, но это не мы, там наше участие в этом где-то по нулям, наше участие просто не дать о себе забыть и сохранить, что союз сохраняется, вот это отрубление, оно же безумно важное, оно новое заключение союза, союз заключенный, мы помним, у нас союз, мы помним, вот, когда я говорю о страхе и надежде, надежда, помним день царства, и тут приходят евреи и трубит шафар, выдувая душу, которую вдохнули, напоминая, чтобы нас вспомнили, что тут союз такой есть, мы его заключили, вспомним, но это обращение выше, это не обращение к нам. А есть какая-то связь между земным и отречением? Йом-ки-пу, происходит другое событие, мы наши земные дела обнуляем и как бы перезапускаемся здесь на земле, вот это теперь, по этому поводу, если вы читаете, да кого угодно, хотите, рамба махи ход чува, а можно любую книжку такого рода, то все они в один голос будут говорить про то, что Йом-ки-пу в каком-то смысле день апелляции. Это не следует из текста Тора. Это довольно важный момент. Это не следует из текста Тора. Это некоторая такая мысль, что день, когда переговор может быть пересмотрен. Мейер, если можно, Эл-эчх как-то молчит, поэтому я... Ну, как бы стандартный вопрос на то, что ты сказал. Я слышал вот это тоже про арабийцев, которые говорят Баширу-Шам. Анар, Баширу-Шам. Это про Ишмаэля, правильно? Да, конечно. Там, где он сейчас. Где он сейчас, в смысле, не то, что он в пустыне находится, а в том смысле, что сейчас на те деяния, которые у него на этот момент. Несмотря на то, что известно, Ишмаэль, я не знаю, рабство в Египте и так дальше. Ну, и вообще все, что связано с отношением Ирии с Аравами. Но вот на это стандартно параллель, который антипод, это Бен Суреру-Муре. Если это тебя сильно уводит, тогда как бы, ну, не знаю, не сильно. Ну, вот непонятно. Сейчас последняя, еще одну фразу и все. Я вижу только одну разницу, как бы, то, что я вижу. Это равен то, что Бен Суреру-Муре там явно Тура явно делает вектор. И видно, как он идет, как человек, который его отец к этому идет. То есть, видно, как-то некоторая последовательность. Но все равно все равно непонятно, почему там это Аль Шем Атид, то есть, за то, что он сделает в будущем. А здесь, здесь, это Ба Шер Ушам. Я могу сказать, эта тема, она всегда поднимается в Бен Суреру-Муре и что он судится за будущее, при этом фокус в том, что он не судится свыше за будущее. И более того, судится он как бы за прошедшее. Там же появление темы будущего, вот здесь аккуратно надо с такими вещами. то, что Бен Суреру-Муре судится не за будущее, а за настоящее, есть простая иллюстрация. Что произойдет, если он сбежит и вернется, скажем, через полгода? Ответ ничего, пойдет домой. Все, время суда прошло. Вот этот аргумент, что его судят за будущее, он как бы какое-то моральное оправдание тому, что происходит. потому что закон Бен Суреру-Муре противоречит ключевому некоторому правилу Галахи по поводу того, что вообще малолетних не судят. Другой разговор, что как бы мы вывели Бен Суреру-Муре из закона о малолетних и сказали, что пока он малолетний, к нему вообще этот закон не применяется, а когда он взрослый, он тоже не применяется, мы его туда в промежуточное состояние какое-то загнали, очень короткое при этом. Но как бы оправдание этому, что за будущее. Но Галахи вот представьте себе, что пришел психолог на суд Бен Суреру-Муре и сказал, что дайте ему подрасти, он станет приличным человеком. Ну, то есть делает шоу, нет, есть еще физиология развития мозга, я не буду там современной идеей систем, мозговых систем, все-таки надо понимать одну простую вещь. Бен Суреру-Муре он имеет одну очень странную вещь. Строго говоря, Ецертов, Ецертов, он появляется у человека где-то в том возрасте, когда появляется закон Бен Суреру-Муре. До этого все, что есть ребенке, это практически один сплошной Ецер-Харан. Если вот в стандартных терминах, то вообще маленькие дети не наделены Ецертов, и они потихоньку и в себе он потихоньку отращивается усилиями окружающих. А вообще дети это сплошной Ецер-Хара. Это по поводу тех, кто восторгается ангелочками, но они ангелочки в том смысле, что по земному суду там ничего с ними сделать нельзя. Но они ангелочки только в этом смысле. А я понимаю, что очень народу, когда слышат про то, что дети это сплошной Ецер-Хара, они обижаются, а педагоги классные, которые имели с этими детьми дела в серьезных обстоятельствах как раз только так и думают. Они по-другому думать не умеют, они просто знают, о чем говорят. Их немного таких людей, есть люди, но вот экстра-классы, которые какие вещи к ним. Так вот, как это ни странно, Бен Сореро и Морей не дают развиться Ецер-Хар. Он просто, он где-то в это время появляется в эти 13 лет, да, ну, в 12, там, 12 лет где-то, ну, так, физиологически где-то лет 12 начинается закон применяться приблизительно. То есть, как бы ему даже не дают отрастить Ецер-Толкен. Я могу сказать, что вроде бы современные психологи в результате современных исследований, связанных с МРТ и подобными технологиями уже другого класса, утверждают, что этот взгляд более-менее соответствует развитию мозга. Я очень осторожно к таким вещам отношусь к такого сорта научным открытиям и люблю, чтобы они устаканились еще лет 20, но вообще это вот так. Поэтому, как бы считать, что это за будущее, я как бы всерьез к этому не отношусь, что за будущее, потому что, еще раз, сколько мы знаем совершенно тошнотворных подростков, из которых вырастают совершенно замечательные и праведные люди. Все мы прошли через, сами через подростковый возраст, прошли, кто-то помнит, кто-то забыл, чем он был в этом возрасте, а я так был ужасно противник, кстати. Наши дети, чем нам отплатили за наш этот возраст, да, вспомнил, вспомните. И сколько из окружающих наших детей, когда мы вспоминаем, что они вытворяли в переходном возрасте, и мы смотрим и задаются вопрос, откуда же этот праведник взялся, если вот что, из этой, тут непечатное слово, того, что было. В этом смысле Бенсер Морел у меня всегда была тяжелая проблема с этим законом, и я как раз склонен согласиться с мыслью о том, что этот закон никогда не применялся, и он прямо в Тору поставлен в воспитательных целях. Окей. Это тонут, кстати, между прочим, то, что я сейчас говорю, что Бенсер Морел как там сказал этот самый, Бенсер Морел никогда не существовал. Сказал такое-то, я сидел на его могиле. Ну, то есть, такой спор, Тору, но я склонен считать, что он прямо в Тору в воспитательных целях поставил. Окей. Ну, Асянович, Росшана и Йомки Кур это людей судят Башер Мшам. Да. Только вопрос, тут надо научиться и найти подход. Как ваши прошлые делишки, которые являются душообразующими, да, не забываем эти вещи, то как бы от них к Йомки Пуру подойти так, чтобы их здесь не было, чтобы Башер Мшам не несло за собой всех тех безобразий прошлого, которые продолжают существовать в настоящем преде. Окей. Ну, хорошо, давайте если у народа нет, да, давайте на этом остановимся. Спасибо огромное. Мы будем обдумывать. А всем псурот-то вот. Время тяжелое, псурот-то вот. Спасибо.